Зима вы видели. Вот. В общем, да, на моментку добираемся до истины. Идем дальше. Почему не плодносит абрикосы? Дело в том, что вы заметили, я вначале хотел только благодаря вам про персики поговорить. Ну, мечта идиота. То есть, это моя мечта. Я уж, извините, назвал себя идиота. Моя мечта сбылась, а вашей еще нету, большинство. Вот. А у данных, которые климат, кстати, не подарок, растет, еще лучше меня персики. И вот, значит, я решил, как? Добавлю сюда еще и проблему абрикосов. Много говорили, еще будем говорить. Но вопиете. Вот. Я беру и это самое, набираю первую попарку, ткнул пальцем, и получилась вот такая вот эта публикация. Почему не плодносит абрикос? Я протер глаза, я же готовился, это, тема персиков была, про абрикосы и мы всех не было разговаривали. Смотрю, да что такое, глаза протирают, передо мной персик, а искалеченные, видите, вот этот штамп, да? Искалеченные, так как данные, как вас учили. А как же, вот это все должно быть искалечено. Теперь, ну здесь написано абрикос. Думаю, ёпт, а этот автор, это, он хоть абрикос от персика отличить может? У меня зародились сомнения. И вот он, обычная картина, растет мощный здоровый абрикос, но не плодоносит. Так можно и не дождаться сладких, солнечного света плодов. Вот, кстати, это он, видимо, оттуда и взял в справочной литературе, эту картинку. Мы знаем, что абрикос должен плодоносить с 3-5 лет. Так вот, запоминать, если бы он хотя бы сказал, что речь идет. Ну, а это же реклама, и она есть реклама. С 3-5 лет. Привитый, да, с 3-5 лет. Не привитый, извините, это еще надо иметь такие сорта, как у меня. Я сейчас объясню, почему он рано плодоносит. И почему не надо торопить. А я взял, посмотрел потолок и написал. 3-5 лет, продать же надо. И радует плодами около 40 лет. Я бы хотел увидеть 40-летний абрикос. Как я хочу увидеть? Я-то всего 35-й год как это, хозяйничаю тут, в Хакасии. Как я хочу увидеть 40-летний абрикос? А теперь смотрим дальше. Откуда он возьмется? А что делать год за годом, а урожая еще нет? Чтобы такого не случилось, надо уметь обращаться с этим теплолюбивым растением. Кстати, если персик, вот он теплолюбивый, абрикос, это неправда. Абрикос как раз и не теплолюбивый. Итак, выбрана неправильная причина. Сорт абрикоса неправильный. Чаще всего абрикосы вынуждает цветовые почки зимой. Вранье. Ну, ладно. Сам абрикос держит морозы до 37. Ну, 37 у нас считается теплая зима, кстати. Так что это тоже не совсем так. А цветочные почки, их будут при минус 25. То есть, вы уже поняли, вся Россия, абрикосы не имеют права. Ну, это он, кстати, я уже это не раз в цифре видел, это значит, он цепил кого-то. Самое интересное. Это касается и персика, и абрикоса. Неправильная обрезка, либо и отсутствие. То есть, отсутствие обрезки, это значит плохо. Значит, надо резать. Абрикос редко сам формирует правильную крону. Давайте вспомним железово. Сенец формирует правильную крону. Точка. Его учить бесполезно. Ее можно, скорее, эту правильную крону испортить, только если он подмерзает. Все. Он часто старается загустить ее. Вранье. Абрикос, он настолько голенастый. У него, чтобы вы знали, на скелетных ветках не последний прирост, а предпоследний. То есть, как бы двухлетний. Вот, эх, не догадался я фотографии присобачить. Вот. Большинство цветов, нет, не цветов, большинство почек в средней полосе России просто замерзает. И не рассет. И он получается голенастый. То есть, он как коленка голый. Чаще всего. А уж на третьем, почему и не бывает колонновидных абрикосов. Вот всегда, друзья, когда вас колонновидные абрикосы, вспомните эту подлую фирму Бекер, да? Которая нарисовала вам абрикосы. Вот. Никогда ни одного на планете колонновидного абрикоса нет. Продают их чуть ли не миллионами. Вот. Звоните, пишите, спрашивайте. Абрикосов нет, а вы продаете. Пусть назовите фамилию автора абрикосов. Поздравьте, скажите. Это Нобелевская премия. Этого не может быть никогда. Чтобы на голенастом вертикальном побеге, двух-трехлетнем, четырехлетнем абрикосы были. Вот. Ну, ну. Короче, на второй-третий год плодоносление переходит на боковые ветки. Горизонтальные полугородные. Вранье. А здесь получается, что он часто старается загустить ее. На самом южном юге это возможно. А мы с вами где живем? Мы живем в северне юга. Вот. Но дело в том, что пытаясь доказать нам, что нужно ее резать, да, вот. Четкая формулировка разреженной ярусной кроны уменьшает долголетие. Видите, что получается? Уменьшает долголетие дерева, но позволяет собирать неплохие вырожаи. Вы уже поняли. Искалечим, получим. А про сорок лет кто нам голову моросил? Практикует летнюю обрезку абрикоса, чтобы отодвинуть светение весной на неделю. Вот это страшная подлая вещь. Никакая летняя обрезка, она может только, это самое, искалечить дерево и этим отодвинуть. Ну как, на неделю, ну, ценой такой страшной. Этот прием работает. Калечий, да, он всегда работает. Но использовать летнюю обрезку можно только при обеспечении деревьев регулярным поливом. Вот уж тут никакой связи нет. Неправильный полив, не все ни удобрения. И вот, типа, смотрите, всего четыре раза надо полить. И вот, если идут дожди, надо полить. Дождей нет, поливать не надо. Вот это и самое главное, самое страшное. Глубокая осень, влагозарядный полив. Это самая подлая вещь. Абрикос, засухоустойчивый он называют. Он нуждается влагой. Вот знаете, как этот, как верблюд. Мы бы уже, мы умираем в пустыне, да, а ему хоть бы хны, он может там сколько, две-три недели обходиться без воды. Вот и абрикос так же. И не дай бог его переувлажнить, он трескаться начнет тут же. Не дай бог. Его нельзя влагозарядку и полив делать глубокой осенью. Ни в коем случае. А воду сколько надо. Он же не собирается, он не самоубийца, а абрикосовое дерево. Сколько надо, он возьмет снизу. Ровно столько, сколько надо. Вот так. Ладно. Регулярное внесение удобрения не повредит. Еще как повредит, кстати. Ладно, смотрим дальше. Это уже как прикол. И вот на этом сайте. Понравился сайт? Присоединяйтесь. И вот здесь единственная реакция. Смотрите. Есть, оказывается, нормальные люди. Анатолий Митинев. Ерунда. За деревом никто не ухаживает. Здесь это плоды крупные каждый год. А вы представляете, вот это изувечие. Все это человек предлагает изувечить. Все это он с литературы содрал. Почему? Потому что это тоже, говоря про абрикосов, ставил персиковое дерево, даже не догадался, что оно персиковое. Это наш уровень. Почему я говорю? Дана, мы сейчас ваше письмо еще будем читать. Дело в том, что очень важная вещь, это в том, что верите или не верите тому, что пишут. Вот вам говорят, искалечьте дерево, иначе погибнет. Представляете, как звучит? Искалечьте дерево, иначе оно погибнет. Это я перевожу на нормальный бытовой язык. Вот. Теперь откуда что берется? Так, друзья, я решил так. Если цитировать всю книгу, не всю книгу, а хотя бы все письмо Дениса Ермоловича и мой ответ, то это будет очень долго, и даже вы можете заскучать. Поэтому я выборочно покажу, на что надо обратить внимание. Значит, XIX век. Так. Овсинский это Польша, Украина. По крайней мере, книга в Киеве издавалась, я знаю. Так. А самый, вроде бы, выходец из Польши. То есть, тот самый юг, о котором мы еще поговорим. Вот. И который, возможно, меняет свои координаты. Вот. Меня, знаете, что удивило, когда я с Мариной общался, Кудиной. Вот человек, письмо Благодарственное, который выступил на конференции. Меня на этой конференции удивило, что, что... Ну, я очень любознательно. Я посмотрел уже точно, что Иркутск, южнее Саиногорска, где я живу. Так. Может на 50 км, может на 100, но южнее. И там есть супер удачные места для, если брать область, для садоводства. Вот, допустим, какой-то район, например, вдоль, как и у меня, ниже плотины Братской ГЭС, места, где очень удачное место для садоводства. Например, если бы все делалось правильно, вот не было бы дебилизма вот этого, о котором мы говорили, я уже столько лет говорю, и главное, что не надо внимания обращаться с тем, кто обязан этим заниматься. Вот. То, допустим, там вдоль реки Ангара, по-моему, да, Братская ГЭС на Ангаре, вот, и пригороды гигантского города. Мегаполис Иркутска, можно было столько выращивать эти фруктов, что можно было бы уже точно Иркутскую область обеспечить. Ну, послушал я докладчиков про ранетки, про полукультурки, ну, да, с такой задачей не стоит. Вот. Откуда шло это все? Вот. Ну, может быть, овсинский в душе поэт, поэтому, смотри, какие фразы применяют. Нежелание растений образовывать семена, ну, значит, плоды, правильно, объясняется тем, что этот процесс значительно истощает растения и часто становится причиной смерти. То есть, перегруз урожая приводит к смерти, это замечено. Подобных фактов в растительном мире можно найти множество. Но тут, видите, в чем хитрость, тут две крайности. А, ладно, по порядку. Вот. В садах не плодоносят фруктовые деревья, в том числе, так. А я спорю с тем, что нет такого понятия нежелания растений, что они якобы спасаются от смерти. Они строго следуют своей программе. Каждый год свой особый климат. Вспомните, о чем мы говорили чуть раньше. И оно реагирует так, как у него за миллионы, а, видимо, все-таки, начало жизни было не тогда, когда образовалась земля, а гораздо раньше, похоже на то. То, получается, миллиарды лет назад уже все было рассчитано в геноме растений на всю, остав всю жизнь. То есть, в этот год дать плоды, а в этот год не дать плоды, а в этот год оно спасается, а в этот год оно распространяет свое, это самое, на большую территорию. Вот. Естественно, что Аксинский это заметил, назвал это нежеланием. Ну, значит, еще, видимо, в других случаях имеется в виду желание. Вот. Не те термины. Приспособление для каждого этих случая, каждое. Вот. Потом оно однажды переезжает в другие края, на сотни километров, на тысячи, на юг, вернее, на север, на запад, на восток. И вот тут выясняется, что их нежелание превращается в желание. Потому что в более жестких условиях растение должно дать потомству кровь из носа. Влияет на это срок жизни? Да, влияет. Например, из косточки, из семечки, растение должно бы на исторической родине 9 лет расти, на 10-е зацвести. И в теории это есть. И идет все, эти же самые, даже многие знаменитые сорта идут с юга. И действительно должно быть на 8-10 год. А тут бах, у меня на 3-й год те же абрикосы закладывают цветы. Да потому что они две страшные зимы перезимовали. Им не до этого, не до нормального развития. Пусть они как бы недоношенные, но им быстрее дать плоды. И они боятся умереть. Видите, я тоже применил поэтическое слово. Это слово нежелание, как бы не наусть. Я тоже. Бояться. Но бояться это, ладно, это сказать поэтическое слово. На самом деле сработал жесткий механизм. Все размыто настолько, что все, что говорит Овсеевский, годится только для юга. Почему я намекаю? Смотрите, есть такие понятия, которые выражаются какого-то с одного дерева. Раз. Вступление в плодоношение. Есть довольно четкие цифры. Есть четкие цифры более-менее там морозостойкости. До десятых долей. Я как вспомню, какой-то я видел большой-большой таблицу. Там была сотня груш сортов. И у каждого было 29,8-х морозостойкости. 33,5-х. А эти возьмите. Я всегда поражался, да. У меня сладчайшие груши. А по справочнику они должны быть там 4 балла, 3,8, там 4,2. Ну, то есть средники. А тут сладчай меда. А я до этого дотумкался. Думал, господи, да что ж такое-то? Полная биологическая совместимость приводит к тому, что деревья показывают лучшее качество, а не полное. Фруктов побольше, но они поплоще, потому что не хватает сахара. Помните, я привел фотографию там в сумасшедшем морозе. Вот. Все настолько неопределенно. Почему привитые деревья? Если даже непривитые деревья и сеянцев прекрасно себя чувствуют только на исторической родине, а потом быстрее дать урожай. А потом эта морозостойкость-то не та, потому что она непривитая. На новом месте солевой роса, эти, минералы под землей совсем не те. Они же корнями грызут, знаете, что у них зубы есть? Они грызут эти самые минералы, превращая их в раствор. Вот. А это ни черта не получается в совсем другом слове. А теперь скажите, а как у вас железы, Валерий Костинович, после всего этого, что вы наговорили? Все плодоносит, и тут же рядом трех метров, двух, в одном метре друг от друга. Это больше питомник. Абрикос, слива, персик, черешня, все, все, все. Вот. А вот давайте дальше. Сегодня 28-й мебинар. Еще не все сказано. А где-то я уже повторяюсь. Но новые люди приходят, кто-то уходит. Итак, читаем дальше. Итак, значит, я вынужден... Как? Вот остановил? Кому надо, возьмет другой день, прочтет. Так. Теперь. Вот это вот страшное. Все эти средства... А какие средства, мы сейчас с вами посмотрим. Так. Имеют цель нанести растению боль. И тем самим заставить приносить плоды. И так, на юге деревья расслабляются год за годом. А она вообще никак не даст первый урожай. Так нет. Вот. Надо принести боль. И вот, что я на это отвечаю. А дело в том, что... Смотрите, мой ответ. Абсолютная правда. Я же согласился с классиком. Вот. Но циничная и бездравственная, к моему величайшему сожалению. С таких южных авторах, возведавших пытки в ран садовых приемов, и был нанесен необратимый на многие годы вперед смертельный удар по северным садам. А это почти вся Россия. И зверы-пыточники торжествуют до сих пор. Вот что они натворили. Вы понимаете? Не, не они. Там фамилии неудобно называть. Есть свой классик у белорусов. Есть свой классик у украинцев. Есть свой классик у поляков. Вот. А наш этот самый, который русский, но зато хозяйничал Крыму. Уж куда уж лучше, если там субтропики. Все это было перенесено к северу один к одному. И смотрим дальше. Ну что, есть такая, это самое, надо ли учить плохому. Помните, Яролаш там, значит, мальчишка уходил на улицу гулять, а мама ему несколько раз повторяла, не связывайся там с Васькой, научит плохому. Не связывайся, научит плохому. Не связывайся. До того его заколевало, что он вышел на улицу, подошел к Ваське, начал трясти и кричать. Васька, научи плохому. Так вот. И вернулся с фонарями под глазами. Так вот, теперь смотрите. Надо ли это упоминать? Страшная вещь. Бесплодные фруктовые деревья, садовники, заставляют давать плоды следующими способами. Вот так научили северян. Кольцеванием, надрезанием ствола, разморжением коры молодых веток, обтягиванием ствола и стебля травянистых растений проволокой, сверлением ствола фруктовых деревьев. Сверление будет ниже. Расщеплением корней. Причем в щель вкладывается камушек, чтобы растравить рану. Ну, все, вспоминайте. Вы об Севского это читали? Или у современных авторов? Даже запятые они убирали. Представляете? Даже запятые. Вот. Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвигают их. Человек мстят за них светениями и плодами. Мстят. Ну, конечно, это лирика, это литературный прием. Вот. Ой. Наоборот, растения возделаны не ради семян, выращивают в самых популярных условиях. Вот. И, пожалуйста, это самое. В Архангельской губернии, где на излишек тепла у крестьян есть поговорка, когда мая холодная, то год не голодный. У меня-то другая почти такая же поговорка. Молю Бога, до конца апреля и до середины мая холод, холод. Пусть как сейчас ночью было минус семь. Только бы не проснулись светочные почки. Только бы не проснулись. Иначе он будет голодный год у меня и еще кучи моих этих родственников. Вот. Сюда же никуда не денешься. Самое страшное, что да, просыпаются не для того, чтобы дать плоды, а чтобы тут за морской погибли. Вот. Теперь. Вот это очень важное замечание. Такие замечания, которые я замечаю. Фактор борьбы за существование имеет для земледельца большое значение. Выращивая тысячи растений, они не в состоянии применять к ним средства, употребимые садовниками. То есть садовники имеются в виду грамотные, которые успеют изувечить дерево. А крестьяне, он ткнул и растет. И у нас еще 30-40 лет назад сады были. Были. Пока их не научили. Вот. Повторяю за этим офсиевским вот это все. Кольцевание, размножение. Вот. Одно из, кстати, причин раннее плодоношение, одно из таких паршивых вещей, вот как будто люди не понимают, что действительно раннее плодоношение, если в эти... Ну не будет оно расти, оно сразу... Часть, сила или все силы идут на эти же плоды. Вот. Ну... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Еще мы постулой прочитаем. Никакими усилиями невозможно заставить дерево дать больше урожай, чем то, что заложено в программе развития. То есть, сколько даст, столько даст. Сегодня искалечили, получили больше, завтра клыкиш. Поняли? Вот. Ну, еще много интересного. Так, как я достигаю обильного плодоношения в другой раз. Вот. Теперь, значит, это все прочели, когда в лишний раз слегать Мичирина не хотелось бы. Но тоже есть спорные моменты. Вот. Тимирязево лишний раз слегать не хотелось бы. Он не виноват, что его наблюдения привели к тому, что люди начали осветлять кроны. Он, Лисия, не виноват. Поэтому я пишу, переворачивайся в гробу. Главное, больше садов бы стало. Вот это прочели без меня. Так, это прочели.